доброго денечка меня зовут мария петрова и сегодня я хочу показать вам мой любимый способ работы два в одном это укрепление плюс дизайн ставьте лайк этому видео и обязательно подписывайтесь на канал вас ждет еще очень много интересного контента я за рациональную экономию времени и мне очень нравится включать процесс создания дизайна процесс моделирования или укрепления и вкусно и полезно особенно когда работаешь вкусными пастельными цветами гелий конфитюр высокой вязкости они обладают шикарной пигментацией комфортной в меру густой консистенции но при этом прекрасно самовыравниваются будучи гибкими в тонком слое и не сгибаемыми выравнивающим эти гели идеально подходят для укрепления натуральных ногтей и восстановления архитектуры данный процесс я как раз хочу показать вам в сегодняшнем видео когда я увидела эти гели у меня сразу появилось желание сделать что-нибудь нежное летнее и легкое этот дизайн наверное самый простой в технике 3d но от этого не менее эффектный модель принесла мне вот такие красивые ручки ранее было выполнено выравнивание гелем без исправления архитектуры без особого поднятия свободного края как мы видим покрытие просела а натуральный ноготь скрутился под материалом будем исправлять клеющий свободный край и восстанавливать архитектуру ну а первым этапом я убираю весь старый материал в ноль до натурального ногтя я не знаю какой жесткости гель был использован мастером до меня и сколько он уже там находится поэтому я лучше себя обезопашу и уберу все старое покрытие и сделаю новое с нуля снимаю я кстати фрезой твердосплавный конус она заявлена как фреза для скоростного снятия и это действительно так после того как я убрала 80 процентов покрытия фрезой я дорабатываю мягкой пилкой на 240 грит для того чтобы убрать окончательно все остатки старого покрытия а теперь можно и к маникюру приступить для начала подымаю кутикулу апельсиновой палочкой хорошо раскрывая карман я уже давно отказалась от пресс пламя в пользу малой капли с красной насечкой с ее помощью я могу зачистить ногтевую пластину приподнять кутикулу а также и вывернуть для удобства дальнейшего среза но боковой частью фрезы заодно пройтись по боковым валиком я работаю на этих фрезах уже несколько лет и лично убедилась в их превосходном качестве и долговечности самым кончиком фрезы я выворачиваю и приподнимаю кутикулу таким образом мне будет удобнее ее срезать срезать я привыкла кусачками это знаете ли вьетнамские флэшбэки от классического маникюра на котором я очень долго работала в общем то здесь кутикула достаточно сухая можно было ее обработать в полностью аппаратной технике но щипчиками мне как-то поудобнее и побыстрее старая привычка мастера зелье варенья хотя скорее всего любители аппаратной техники или ножничек сейчас со мной бы поспорили для шлифовки мне приглянулся микрофон экстра мягкого абразива с желтой насечкой он прекрасно заглаживает срез если двигаться сначала против движения фрезы а потом по ее ходу и такого маникюра хватает очень надолго продолжаю подготовку натурального ногтя так как мы будем восстанавливать квадрат мне нужно поднять упавшие нижние параллели и запилить форму немножко на заужение самый красивый и ровный квадрат по моим личным наблюдением получается именно из зауженной формы потому что вам есть куда положить материал в стенке если же натуральный ноготь на заужение вы не подпилите то рискуете получить широкий трапециевидный расклешенный квадрат так как дальше я буду работать жестким твердым материалом мне необходима эластичная подложка я использую мою любимую акри раббер базу фиолетового цвета наношу я базу равномерным тонким слоем не втирающими движениями стык кутикуле и боковым пазухам в избежание от слоек ну а дальше начинается магия первым этапом в технике через бортик я восстанавливаю высоту упавшего свободного края и мои стенки консистенция гелий конфитюр высокой вязкости вполне позволяет работать в этой технике и никуда не торопиться потому что ваш материал никуда не убежит техника укрепления через бортик также позволяет немножко под вытянуть длину и сделать более четкую форму рисуем как будто бы гелевый френч в зону кутикулы я решила сделать растяжку из розовой жидкой фольги в конце концов впереди лета и блестящий маникюр у нас никто не отменял растягиваю блестки приблизительно до середины натуральной ногтевой пластины сводя их на нет гелевой кисточкой вот такой красивый лавандовый цвет я наношу в виде плавной линии слегка подбираю контур чтобы у меня мой элемент не слишком растекся концентрирую основной объем в центральной части элемента помогаю для этого себе тонкой кисточкой при создании этого дизайна мне нужно учитывать что мне нужно все-таки еще приподнять свободный край а значит основной объем у меня будет находиться на свободном крае гелем конфитюр высокой вязкости я заполняю получившийся перепад между моим бортиком и натуральным ногтем и убираю весь лишний объем из зоны кутикулы там мне материал не нужен еще раз плоской кисточкой уточняю мою форму и отправляю на одну минуту лампу с обеих сторон наш элемент прокрашиваю белой краской с липким слоем опять на минуту в лампу и беру следующий гель стык к первому элементу рисую 2 и для второго я буду использовать уже два геля из них я создаю плавную растяжку цвета прекрасно смешиваются между собой и получается очень красивый и нежный градиент последний штрих это опять уточнение формы гелевой кисточкой и помогаю себе тонкой перераспределить объем правильно опять сгоняю основной объем на свободный край заполняя перепад высоты между бортиком и натуральным ногтем минута на просушку и новый цвет цвета можно чередовать между собой а вообще этот дизайн можно сделать и с помощью одного цвета геля прокрашивая границы между элементами одним цветом гель краски или несколькими самое главное каждый элемент и прокрашиваемый бортик обязательно просушить как минимум одну минуту в лампе а иначе весь ваш красивый дизайн рассыпется на кусочки в прямом смысле этого слова если вы думаете что этот дизайн делается долго то я бы не сказала что намного дольше чем основной процесс укрепления во-первых не стоит забывать что мы с вами все-таки работаем конвейером пока у вас сушится один элемент вы наносите 2 чередуя руки и меняя пальцы вы работаете при этом достаточно быстро плюс не стоит забывать что в данном укреплении уже присутствует дизайн то есть в конце после финального опила вам останется только покрыть эту красоту топом и все маникюр готов за это я и люблю такого рода дизайны вся красота уже скрыта внутри и нет никакого лишнего объема очень обидно когда красиво выпиленную четко составленную форму испортят лишним объемом дизайна сверху гели конфитюр высокой вязкости обладают для данного дизайна идеальной консистенцией сама выравниваются но при этом сильно не текут что позволяет нам делать достаточно объемные элементы которые кстати очень хорошо просыхают вот такой красавчик на середине пути у нас получается не могу сказать что это техника с минимальным опилом но процесс опила это какая-то чертова магия существенно процесс ускоряет использование твердосплавной фрезы с прямой поверхностью она позволит нам убрать лишний объем а потом уже доработать форму пилкой первым этапом конечно же идет торец заодно мы формируем длину которая нам нужна и видим толщину которую получили в итоге следующий этап это опил центральной поверхности именно в этот момент начинает вырисовываться наш красивущий дизайн при закона с прямой поверхностью позволяет нам сразу создать прямую ровную четкую линию для нашего красивого квадрата обязательно проходимся в зоне кутикулы и в зоне боковых пазух убирая затеки если таковые имеются как например здесь у меня и убираем лишний объем зоне кутикулы лучше это сделать фрезой потому что пилка есть вероятность что можно попортить наш свеженький маникюр после приступаем к пилу пилкой и первым этапом опять же идут торцы следующим этапом идут боковые стороны формируем окончательно наш будущий красивый квадрат переходим к центральной поверхности и убираем до конца весь лишний объем который там еще остался после опила фрезы я использую пилку на 240 грит крайне редко использую пилки меньшей абразивности гели конфитюр высокой вязкости пилятся очень легко ну и плюс ко всему основной объем материала я уже убрала фрезой пилкой мне остается больше выгладить поверхность тонкой пилкой я уже больше уточняю форму и подбираем нижние параллели слежу за тем чтобы у меня с обеих сторон углы свободного края были на одном уровне и не забываю о том что нижние параллели я подбираю держа пилку перпендикулярной стенки выпиливаем все лишнее изнутри обязательно после всех наших пилок и фрез зашлифовать поверхность мягким бафом потому что я буду использовать достаточно жидкий топ hard и ребра отопила у меня могут быть видны под топом это придется топом выравнивать делать лишний объем на мою красивую выпиленную архитектуру зачем мне это надо но при этом слой топа у меня не должен быть промазывающим равномерный тонкий слой без лишнего объема нам с моей моделью очень понравился дизайн который у нас получился нежные пастельные цвета гели конфитюр высокой вязкости прекрасно сочетаются между собой и очень хорошо вмешиваются друг в друга но капитальная жесткость этих гелей выравнивающий слой позволяет нам создать такой четкий и ровный квадрат как вам результат с вами была маша петрова не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал если вас еще нет у нас в гостях до встречи